Ахматти Не беспокойтесь, этот аромат невозможно описать словами. Терпкий аромат чая Ахматти возвращает нас туда, где мы счастливы. Ахматти подражать сложно, повторить невозможно. Сегодня мы будем пить чай с заместителем генерального директора по благоустройству и санитарному содержанию Жилищного фонда Государственного объединения Минское городское жилищное хозяйство. Галина Николаевна Гилевич, доброе утро. Доброе утро. Галина Николаевна, угощайтесь чаем, потому что разговор у нас предстоит довольно непростой, но интересный, я уверен, абсолютно для всех минчан. Говорить мы будем вот о чем. Слишком много в последнее время машин стало в Беларуси. Это не только слова производителей велосипедов, это видно уже и невооруженным взглядом. Проблема большого города. Машин стало так много, что говорят в таком количестве. Они, во-первых, не нужны, а во-вторых, ситуация на наших дорогах, главное в наших дворах, оставляет желать лучшего. Давайте посмотрим несколько фотографий. В каждом дворике есть подобный автомобиль. Скажите, что делать с такими машинами, если нам, как жильцам, они мешают, а хозяин не может найтись? Вообще существует порядок работы с неэксплуатируемыми транспортными средствами, которые находятся на дворовых территориях, ну и не только на дворовых территориях, а на любых территориях населенных пунктов. Есть порядок, на основании которого организации, которым принадлежат эти земельные участки, выявляют этот транспорт и по цепочке ведется работа. От сообщения в ГАИ о том, что имеется такой транспорт, с помощью их находим владельца транспорта, им выдается предписание, что в течение 30 дней они должны привезти свое автотранспортное средство в надлежащее техническое состояние, или же эвакуировать с дворовой территории, или же утилизировать это уже на усмотрение... А как выглядит это предписание? Это бумажка под лобовым стеклом, который оставляется? Нет, этого мало. Официально вручается предписание. Обычно это заказное письмо, которое автовладелец должен получить, расписаться за него. И это план к действию следующему. Потому что без уведомления жителя о том, что он должен провести процедуру, о которой мы поговорили, мы не имеем права... То есть, если человек сейчас смотрит нашу программу и одним глазом смотрит на телевизор, а другим глазом смотрит во двор и видит вот такой вот у себя вечный ужас, позвонить в ГАИ, он сразу эффекта не будет, его сразу не увезут. Нет, в жилищную организацию для того, чтобы все-таки соблюсти нормы закона, нормы указа, которые действуют, для того, чтобы отработать эту машину по всем правилам. А если хозяин брошенной машины не найден, куда эту машину потом отправляют? Тоже есть порядок. Если в течение определенного времени хозяин не найден, такой транспорт эвакуируется на площадке охраняемой, и дальше уже вступает в действие по закону. Через определенное время она признается безхозяйным. И потом административный орган, территориальный административный орган принимает решение о том, что после того, когда есть решение суда, снимает с учета и ее утилизирует. Я знаю, что вот это выражение, которым пользуются белорусы, автохлам, оно некорректное, в первую очередь, по отношению к владельцам этого автохлама. Но скажите, а как проводится эта тонкая грань, когда машина просто от старой ржавой уже переходит в состояние того, что ее нужно увозить и забывать о ней навсегда? Вообще определение есть, если вкратце сказать. То это такой транспорт, на котором отсутствуют элементы, которые предусмотрены конструкцией автомобиля. Колес, например, нет или еще чего-то. Следующее, если имеются видимые повреждения, которые, по такому простому мнению, не дают права эту машину эксплуатировать. То есть она не может ехать, допустим, так сильно разбито, что принимать участие в дорожном движении она не может. Скажите, а вот когда человек в течение, вот я представляю, сколько этот запорожец уже стоит в этом дворе, наверное, ну, со времен его, собственно, изобретения, запорожец в 70-х. И вот он стоит, стоит, стоит 20-30 лет. И вот, наконец-то, владелец получает предписание, что мы через 30 дней вашу машину увезем. И он ее убирает. Вот он за то, что 20 лет портил людям вообще жизнь. Занимал парковочное место. Он никак за это не несет ответственности? Ну, я хочу сказать, что такого... Уже нет, да, таких запоросов не встретишь. Мы где-то так очень оперативно, плотно начали работать с 2011 года. Да, я помню, как одновременно пропали просто эти все подснежники. Да, тогда где-то вот в те времена, вот 3000 машин таких выявлялось в течение года. Ну, так интересно было, что половина утилизировалась, половина восстанавливалась или перемещалась на какие-то площадки. На сегодняшний момент эта ситуация немножко поменялась. Уже больше людей их приводят в надлежащее состояние, чем... Уже по автохламу уже и не скажешь, что это автохлам, да? Они его хорошо так... Больше начали смотреть. Камуфлируют, да. Тем даже вот транспортом, который очень длительное время эксплуатировал. А есть, допустим, такой хозяин машины, который говорит, да нет, она же красивая, она хорошая. Ну и что, что она там... Сейчас модно, чтобы машина была ржавая. Ретро-автомобиль. Чтобы не было двух конкурсов. Вы правы, бывает такое, приходится убеждать и работать, и те же предписания выписывать. Ну, то есть, всякое бывает. То есть, если автомобиль занимает парковочное место, и мы понимаем, что это бесхозный автомобиль, то тогда, ну, куда нужно обращаться, да? В по месту жительства, да. В жилищную организацию по месту жительства, а там уже подскажут, чья это территория, и более конкретизируют, куда обращаться. А есть какие-то вот злостные такие хулиганы, в которых вы машину увозите, ну, вот прям часто? Нет. Нет, это у одного человека один автомобиль, они не повторяются. Это исключено. У кого-то есть хобби такое, да? Да, самое, ну, в рамках указа президента самое большое, маленькое время, которое можем с этой машиной работать, оно доходит больше, чем месяц. То есть, пока предписание... А бывает, что вот какая-то действительно дорогая машина становится автохламным? Ну, там, не знаю, не Феррари, но какой-нибудь нормальный Мерседес, например? Ну, допустим, после аварии, может, любая машина появится на здоровой территории, и тут никто не... Ну, а когда у человека случается вот такая авария, и он эту машину ставит до лучших дней во двор, он нарушает этим закон или нет? Нет, если она припаркована по правилам, то он ничего не нарушает. И обычно, если... Ну, всякое бывает, да, люди попадают и в больницу после аварии, и все остальное. Поэтому это все берется на учет, и как бы это все объяснимо, и понимают и люди, которые живут на этих дворовых территориях. То есть, если сегодня он поставил, то не надо бояться, что завтра уже этой машины не будет. Нет, это исключено. Должно пройти какое-то время. Это незаконно. А что делать водителю, который своими силами не может автомобиль эвакуировать, куда ему тоже нужно обратиться? Ну, вот по этой фотографии видно, что вряд ли своими силами получится. Необходимо, первое, что снять эту автомашину с учета. Первое, обратиться в ГАИ по месту регистрации, снять ее с учета. Затем можно написать заявление в жилищную организацию или в любую организацию, которая занимается эвакуацией, для того, чтобы ее утилизировали. Но уже если будет заниматься организация, то, естественно, владелец машины, ну, ничего за нее не получит, он как бы перепорочит кому-то. Галина Николаевна, вы сказали, что в 2011 году началась такая серьезная работа. Я так понимаю, что, конечно, ситуация по сравнению с 2011 годом улучшилась кардинально. Но, тем не менее, есть ли какая-то статистика, сколько до сих пор еще вот таких машин на подведомственной вам территории остается? Что касается этого года, то почти 800 автомашин выявлено. 800 машин всего? Да. Выявлено в течение года. Вы что, вы просто сравните? А сколько было там в 2011? Я думаю, там... Почти 3000. 3000? Да. И это 2011, 2012, потом пошло на уголь немножко. Как вы думаете, рано или поздно мы придем к моменту, когда вы уже сами будете ходить и скучать? Где же этот автохлам, хоть бы что-нибудь? Все уже убезли. Что-то будет, конечно, потому что опять возвращаюсь. Разные случаи бывают в жизни людей. Но вот такого массового, конечно, не хотелось бы, чтобы было. И чтобы красиво было, приятно посмотреть во дворство. А я напоминаю, что сегодня в гостях у нас была заместитель генерального директора по благоустройству и санитарному содержанию жилищного фонда Государственного объединения Минское городское жилищное хозяйство Галина Николаевна Гилевич. Спасибо еще раз, что заглянули. В студию хорошего настроения мы вернемся сразу после выпуска новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова